Дерево, которое даже втроем не обхватишь. Платан в Терновке, старше самого села. Его посадил почти 300 лет назад ученый-энциклопедист и путешественник Петр Симон Палас. С тех пор история дерева – сочетание добрых воспоминаний и мрачных тайн. На этом платане во время войны немцы вешали наших моряков. Дети охраняли это дерево, что школа здесь находилась, на территории, и все знали, что это дерево охраняемое, его не надо уничтожать. Все туда ходят, отдыхают. Людей сейчас поменьше, а раньше почаще приезжали, там и обхватывали, сколько обхватывают. Мощные ветви и крепкий ствол в лучшем состоянии, чем предполагали дендрологи. Тонкая игла резистографа позволяет заглянуть внутрь плотана Паласа. Это как электрокардиограмма для дерева. Засухи времен Крымской войны и 70-х годов 20-го века, небольшая трещина в стволе – все на отчетной ленте. Чтобы взять пробу у 6-метрового дерева, двоим мужчинам требуется почти 20 минут. Еще больше о дереве смогут рассказать в лаборатории. Туда доставят керн, образец толщины из карандаш. Там исследователи смогут посчитать годичные кольца и назвать точный возраст плотана. Первые выводы – в свои 300 лет плотан вполне еще крепок. Чтобы сохранить его здоровым, дендрологи разработают рекомендации. Из проблем у него обнаружены только сухие ветви, которые можно обрезать, и уплотнение почвы. В данном случае можно использовать агентационный инжектор, чтобы снять уплотнение, и желательно оградить дерево. Ученые проекты деревья – памятники живой природы вернутся в Крым в следующем году. В планах занести в национальный реестр 10 таких севастопольских гигантов. Евгения Квашнина, Виталий Козловский, Екатерина Малунова. Вести. Севастополь.